Мы будем закрыты дома на 4 дня. Вот у нас на 20 апреля всего заболевших 90 980 человек. В конце мая откроют внутренний туризм. Очень много людей купил свою квартиру, приехать не сможет. Спрашивают, а что же с ценами? Всем привет, в эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена, и я рассказываю про жизнь в Анталии. Но видите, я не одна. Мы теперь вообще часто проводим время вместе, мы постоянно вместе. Всем привет, это Юсуф, как обычно. Жена начала разговаривать, остановиться ее невозможно. А еще у нас есть инстаграм, вот People Анталия. Мы там рассказываем о все новости сразу, как только они появляются. И все, что происходит в нашей жизни, мы тоже выкладываем сразу. Подписывайтесь. Вот, продолжай, пожалуйста. Мы хотим вам рассказать последние новости, какие у нас здесь происходят в Турции. Сегодня, конечно, мы смотрели телевизор вечером, и выступал президент Турции Эрдоган. И порадовал, в кавычках я вам скажу, порадовал нас такой новостью. Скажу ее сразу, что мы четыре дня должны сидеть дома. Мы будем закрыты дома на четыре дня. Короче, Эрдоган тоже прав, потому что в конце мая хотят закончить эти болезни, открыть туристический сезон, полет самолет. Понимаете, эти болезни очень страшные, которые люди за туризм, за внутренний туризм минимальный. Должно быть государство зарабатывает деньги, они хотят очень быстро закончить. Ну, Эрдоган сегодня появились с 23, 24, 25 и 26 воскресенья ночи до... На четыре дня. Четверг, пятница, суббота, воскресенье ближайшие. Мы будем дома. Чем это связано? Потому что наступает месяц Рамазан. И должны были отмечать здесь, дают выходные, два выходных. И вот эти два выходных присоединили к нашему сидению дома. Экономиделиум, короче. Я бы не сказала, что очень экономный это вариант. Мы опять пойдем закупаться в магазин, и уже будет мысль, как бы нам накупить столько, чтобы хватило на четыре дня. Мы опять пойдем закупаться в магазин, и уже будет мысль, как бы нам накупить столько, чтобы хватило на четыре дня. Конечно, вот то, что нас закроют на ближайших четыре дня, нам уже не так страшно. Мы такой проживали уже два раза было, субботу, воскресенье. Будут работать фарыны, будет горячий хлеб. Уже последние выходные хлеб вообще даже развозили. Ездили машины здесь и кричали, что продается хлеб. Надо выйти и взять. Еще нам приносили бесплатно маски от нашего, вот кипец Беледеси, от нашей администрации района. Ну, как бы маски есть, в магазин только пойти нельзя будет. Будем сидеть дома эти четыре дня и чем-то заниматься. Уже мы стали спокойнее к этому относиться. Уже нет такой паники у людей, ну, в том числе у нас. Терпеем, ребят. Будут работать, кроме у нас фарынов, гербелок, горячий хлеб, аптеки, поликлиники, больницы. То есть, все, что необходимо, самое важное для жизни. А сейчас такой момент, ребят. Все, мир, я новости посмотрю. Очень много знакомых мне пишут на Бельгии, Франции, Голландии, Европе, короче. Очень много знакомых было, отели. Но всех пишут. А теперь никого не смотрят, какая-то еда, сна. Вот это проблема. А сейчас всех купают, так купают, думаю. Четыре дня. Это психологическая война. Экономическая тоже уже, экономическая война получается с нашими сбережениями. Нет, это семья, психологическая война. Для государства, экономическая война. Что? Так получается? Ну, это не последнее ограничение, которое есть у нас. Запрещали въезд в Анталию и в другие области. Было запрет на 15 дней. Его 18 апреля еще продлили на 15 дней. То есть, до конца апреля каждая область Турции закрыта друг от друга. То есть, 31 самых больших областей, 31 большой город будут закрыты. И дальше, чтобы уехать в соседнюю, нужно взять специальное разрешение на выезд. Неважно, едете вы на машине или едете на автобусе. Автобусное сообщение тоже прервано. Но автобусы ходят. Например, из Анталии в Стамбул доехать автобуса можно. Но если у вас есть специальное разрешение, автобусы отправляются по мере наполнения. То есть, в автобусе 40 человек, поедет максимум только 20. То есть, половина. Всех по сайту отдельно, по одному, даже если вы семья. Билет дороже, поэтому. Сейчас, раньше была примерно, в моей родине, 50 лир было. Я так интернет посмотрел, 120 лир спрашивают. Так что едет наполовину загруженный. Дороже осталось. Если вы спросите, какие цифры в Турции, их публикуют каждый день. Министр здравоохранения. Вот у нас на 20 апреля всего заболевших 90 980 человек. То есть, почти 91 тысяча. Каждый день прибавляется около 4 тысяч. Но статистика по выздоровеющим тоже идет активными темпами. Вот выздоровел 13 430. А умерло 2140. Вот на сегодня 20 апреля. Если посчитать в процентном соотношении выздоровевших к общему количеству заболевших, то получается почти 15%. И вообще, вот вчера, которую попали статистику, то 95,5% болеют в легкой форме. По этой причине, что вот эти 90 тысяч, они не находятся все в больнице. То есть, за ними наблюдают дома. Ну, конечно же, вас всех волнует другой вопрос. Не то, что как нас закрыли, не закрыли на 2 дня, на 4 дня. Мы здесь, в Турции, вы там у себя дома. Вы спрашиваете, когда же откроется туристический сезон. Информация прежняя, что в конце мая откроют внутренний туризм. Ждем открытия внутреннего туризма. А что будет с международным? Говорят, мы будем, будут смотреть по ситуации в мире. Но очень большинство авиакомпаний перенесли уже на 1 августа свои полеты. Пока конкретной информации нету. Но посмотрим, конечно, начинает внутренний туризм. Очень много отелей есть в Анталии. В внутренний туризм сколько человек может приехать сюда? После Рамазана Байрама, что неделю отпуск дают. Недели, 9 дней, короче. На очень много людей теперь. После этой болезни что будет? Это самое главное. Но шведский стол остается или нет? Как будет вести сетап обслуживания? Человек почему придет в отель? Покушает. Покушает, гуляет. А сейчас рот есть, маска, рукой, перчатками. Как? Будут ли развлечения детей? Как вообще будет дальше работать отель? Это тоже непонятно. Это всех волнует вопрос. На которые у нас нет ответа. Пока нет ответа. Сначала, когда пригласят на работу, наверняка объяснят. Вопрос что? Государство говорит, между человеком держите себе минимум 4 метра. 2 метра. 4 теперь. Вот, 4 метра держите. И туризм рабочих, отель рабочих как себя держит 4 метра? Да даже и полтора метра, и два метра. Как? 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 И с палочкой мы сдаем попить? Как? Вот это проблема. А теперь. А теперь все миры ищут вакцину на эту болезнь. Никто найти не сможет. Откуда пришла эта болезнь? Ну, другие говорят, что если кто переболел, значит, уже все, вот они больше не заразятся. Очень много людей мне зима говорили, мы летим хотим приехать в Анталию, гулять, потому что пенсии будет очень много народу, май месяц, июнь, июль. Вот, после пенсии хотим купить квартиру в Анталии, вот, будем жить радостно, сколько лет уже живем в своей стране, такой-такой проблемы, в Турции такой-такой проблемы нет. А сейчас жалко этих народу, понимаете? А сейчас, представьте себе, 30 лет минимум работаешь, в пенсии ходишь, в карман деньги есть, делают ничего. Ну, даже квартиру люди продали, надумали, переедут, и все. Не, а очень много людей купил свою квартиру, а переехать не сможет. Да, стоит здесь. И вот как быть в этой ситуации? Говорят, кто-то будет продавать их, но, как бы, рынок недвижимости каком сейчас состоянии, тоже, в принципе, заморожен. У многих куплена здесь квартира, а они приехать не могут. Кто-то хотел купить квартиру, и даже имели уже на это деньги, но приехать не могут для этого. И вот спрашивают, а что же с ценами? Я вот смотрела на сайте Сахибинден, очень много объявлений сняли, их просто чисто визуально стало мало. У нас здесь по району висят объявления на продажу, даже интересовались. Вот вы, может быть, видели в нашей прямой трансляции, у нас тогда попадает объявление прямо в доме напротив, у нас продается на последнем этаже квартира 2 плюс 1. Мы ее спрашивали до этого, вот, ну, где-то меньше месяца, наверное, назад. Она вот стоила, он, 205, мне говорили, я вчера звонил, 220 хочет уже. На Анталия сына... Это хозяин продает, не агентство. Анталия сына никогда ниже не будет, потому что Анталия, каждый день растет народ. Очень много иностранцев приезжает сюда, места уже нету. И еще внутренне приезжает еще работа, уже места нет. Про это болезнь, в которой очень много человек уехал в свою страну и из своего города. Очень много, конечно, аренда квартир есть в данный момент, но... Никто приехать не может, занять эту квартиру бы стоит. Вот это проблема. Вот за нашим домом, вот здесь вот новый дом построен, там тоже продается квартира, там это 3 плюс 1 было. 100 тысяч добавил сверху человек, представите? Вот, 390 хочет уже. 290 было? 390 спрашивают. Я ходил в квартиру, посмотрел, вообще ты маленькая комната, маленькая что? Ну, новый дом. Я хотел купить эта квартира, выглядит огромная, красивая, большая, новая, но внутри комнаты только один кровать вставляешь. 3 плюс 1, а одна комната, мы такую комнату называем кладовкой. Один кроват. Кладовка. Да. Один кроват. Там окно и все, и ширина комнаты, зато считается одна комната. Комната, да. Это ерунда. Конечно, сейчас Кони Алты вольнуют все агентства. Никто ничего не купает. Как может купить? До этого была, до Буачай, не построена была. Туда 3 плюс 1, 200 метров квадратно, отличный вид, квартира была 400-500 тысяч турецких лироков. А теперь Буачай как раз построена туда, квартира осталась миллион. Миллион, ребят, представьте, миллион. Каждый, продажа квартиры, 4-5, уже агентства объявления есть. Одно звонишь, другой сына говорит, других звонишь, других сына говорит, хозяин звонишь, других сына говорит. Понимаете, как можно купить квартиру так? Ну, в общем, нам нравится Кипец, живем мы здесь, у нас есть машины, можем по возможности поехать куда-либо, поэтому передумали. Потому что у нас есть квартира в Москве, кто знает, могли бы продать и купить здесь квартиру, но что-то мы передумали. Да и, собственно говоря, мы и в Москву попасть не можем. Нет, я продавать не собираю, московая квартира. Нет, пусть будет как-то. Нет, нет, никак, что, зарабатываем, еще купим здесь, если надо. Пока мне не нужно, конечно, есть один дача, я не против. В общем, мы начали делать дома ремонт. Вот, мы сидим дома, заняться нам нечем, есть наготовили, порядок навели, все помыли. Теперь мы начали делать ремонт. Все началось у нас с забора. Забор покрасили, но теперь начали красить дальше. Ребят, наши новости, конечно, каждый канал других информации дает. Кто-то говорит, скоро будет открыть туристический сезон после Рамазан. Кто-то говорит, не сможет открыть туристический сезон. Конечно, никого верить нельзя. Сегодня наш Эрдоган говорил до конца мая, который после Рамазана, Байрама, они хотят открыть туристический сезон, потому что они нужны, эта ситуация. И после этого, что будет, мы не знаем, живем, видим, посмотрим. До 30 апреля мы сидим дома, периодически нас будут взрослых выпускать, а дети наши несчастные дома до 30 апреля. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Стараемся вам рассказывать о всех последних новостях в Турции. Конечно, хочется как можно реже снимать такие вот выпуски, хочется о чем-то приятном, прекрасном. Но, к сожалению, новости в мире не самые лучшие и в нашей стране тоже. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм, и в Инстаграме выкладываем день в день все интересные события, которые происходят у нас. Подписывайтесь на наш Инстаграм, мы в нем выкладываем день в день о всех событиях, которые происходят у нас. Рассказываем, показываем в краткой форме. ну а на ю тубе конечно мы в свое удовольствие снимаем видео для вас обо всем что вам интересно пишите комментарии что вы хотите еще увидеть пожелаю всем здоровья части ребят живите радостны короче не волнуйтесь будет открыть сезон конечно самый хороший вариант турцы отдыхать я так мои начальниками поговорил они не собираются собирается которые швецисту будет еда будет хорошее море будет хороший бассейн хороший отдых ребят не волнуйтесь со будет хорошим всем пока до свидания всем пока